Привет, пользователи Блендера, меня зовут Алена, а значит вы смотрите канал Небоги. Пока урок по Блендеру в разработке, я решила вам поведать такую вот притчу. Жили-были вне пространства, вне времени безмерные существа, именовавшие себя душами. Ни головы, ни рук, ни тела, у коих не наблюдалось. Потому было им, возможно, очень тяжко существовать в своем мире. И вот однажды зародилось в одном из них искра желания. А не создать ли себе тело, посредством которого можно было бы испытать раннее невозможное состояние. И работа закипела, много пришлось протестировать вариантов тел. От малюсенькой козявки до гигантов, сотрясавших Землю. В итоге выбор был сделан, а варианты теста оставили, наделив искусственными душами. С сосудом разобрались, но у него оказалось много минусов. Так задумала душа будет только интереснее испытывать совершенно новые ощущения. Потому для тела, что нуждалось в воздухе и твердой почве, надо было сотворить территорию с подходящими условиями. Так появилось пространство, внутри которого был воздух, и земли, примыкавшие к самым его границам. Подобная задумка поясняла душа остальным, позволит испытать технократию и материализм в области, что примыкает к краю и являющейся самой большой территорией. А чем ближе к центру, на меньших материках, позволит осознать духовность и философию. Чтобы эксперимент проявил себя в полной мере. При погружении душ в тела им ограничивали доступ к памяти. Дабы это был всегда новый опыт. Понравилось? Лайкни, а если нет, можешь бяка и дизлайк поставить, если хочешь. Смотри, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые ролики. Пока-пока. Привет, пользователи Блендера, меня зовут Фил, а значит вы смотрите канал Небоги. Пока урок по Блендеру в разработке, я решил вам поведать такую вот притчу. Жили-были вне пространства, вне времени, безмерные существа, именовавшие себя душами. Ни головы, ни рук, ни тела, у коих не наблюдалось. Потому, было им возможно, очень тяжко, существовать в своем мире. И вот однажды, зародилась в одном из них искра желания. А не создать ли себе тело, посредством которого, можно было бы испытать ранее невозможные состояния. И работа закипела, много пришлось протестировать вариантов тел. От малюсенькой козявки, до гигантов, сотрясавших землю. В итоге выбор был сделан, а варианты теста, оставили наделив искусственными душами. С сосудом разобрались, но у него оказалось много минусов. Так, задумала душа, будет только интереснее, испытывать совершенно новые ощущения. Потому, для тела, что нуждалась в воздухе и твердой почве, надо было сотворить территорию с подходящими условиями. Так появилось пространство, внутри которого был воздух. И земли, примыкавшие к самым его границам. Подобная задумка, поясняла душа остальным, позволит испытать технократию и материализм в области, что примыкает к краю и являющейся самой большой территорией. А чем ближе к центру, на меньших материках, позволит осознать духовность и философию. Чтобы эксперимент проявил себя в полной мере, при погружении душ в тела, им ограничивали доступ к памяти. Дабы это был, всегда. Новый опыт. Понравилось. Лайкни. А если нет, можешь бяка и дизлайк поставить, если хочешь. Смотри, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые ролики. Пока-пока.